Мемориал Чепика Мемориал Чепика Визитная карточка Омской области, в том числе и наш турнир в памяти Николая Чепика является одной из немногих мероприятий, которые на таком уровне высоком проводятся. Сегодня этот турнир является мастерским. То есть сегодня приезжают те команды, те участники, те ведомственные органы, правоохранительные органы, которые действительно повышают свое мастерство. Прилагается много усилий со стороны Федерации армейского рукопашного боя, естественно со стороны командования воздушных войск. Губерния наша хорошо в этом деле участвует. То есть губернатор отдать должное Министерство по молодежной политике и спорту. Я считаю, что вот эти усилия совместные, они и приводят к такому результату, к такому турниру. И что он проходит в этом зале, это еще одно подтверждение. Программа всероссийского турнира включала в себя поединки в семи весовых категориях. Проводились соревнования по олимпийской системе. Представители Омской области выступили довольно успешно, выиграв одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Чемпионом турнира стал Артем Шахматов из 242-го учебного центра ВДВ. Редактор субтитров А.Семкин Поддержка мне помогла больше всего. Ну и тренер Дмитрий Литин. Много чему он научил меня. И вот показал вот это все мастерство. Не все, конечно, но мы будем стараться, будем работать, будем пахать. Спасибо тренеру, ну и болельщику. Проиграл свой финал Егор Ерохин. А мяч уступил менее титулованному сопернику из Тулы. И победитель в данной весовой категории Сайгин Махачев. Это мой, наверное, самый лучший результат в рукопашном бою. Ранее мне удавалось только выиграть свою дивизию со шестой и все. Алексей Евдокимов принес копил Комской области серебряную медаль. Он уступил высшую ступень пьедестала ростовчанину Андрею Гончарову. Наверное, перенервничал. Может быть, даже так. То, что хотел, вроде бы я демонстрировал. Частицу того, чего не получалось. Ну вот, вывод какой получился. А вот в командном зачете амичи до пьедестала почета не добрались. Чемпионами стали представители военной академии радиационной, химической и биологической защиты из Костромы. Второе место за спортсменами Южного военного округа из Ростова-на-Дону замкнули тройку призеров бойцы 7-й десантной штурмовой дивизии из Новороссийска.